С чем должен жить человек в гармонии? С природой. С природой. С окружающим миром. С окружающим миром, с обществом и с государством. А как достичь гармонии человека и государства? Только путем того, что человек подчиняется государству. Как Фуцци говорил о том, что как в семье должна быть гармония, дети должны подчиняться родителям, жена должна подчиняться мужу, человек должен подчиняться законам общества, а общество в целом и человек в частности должен подчиняться интересам государства. А что значит подчинение? Это не просто силой заставлять, это обязательно чувство долга и ответственности перед своей семьей, перед обществом, перед государством. То есть эта гармония основана не на силе, Не на насилии, а на чувстве ответственности и долгие. Причем, действительно, человек должен быть предан государству, он должен работать на благо государства и не требовать ничего в замене. То есть государство также будет заботиться о своих детях, но вместе с тем человек не должен выдвигать требования к государству. И вот эта трудоспособность, ответственность китайцев, она, в общем-то, известна во всем мире. А вот известно не только в Китае, в Японию можно и Южную Горею привести тоже в примеры. Значит, когда человек, вообще принято там немножко от сегодняшнего жизни, пожизненная занятость, то человек приходит на предприятие, работает там всю жизнь. Вообще увольнение в Юго-Восточной Азии это подобно смерти. Люди нередко заканчивают жизнь самоубийством, если их, не дай бог, там сократили. То есть это конец жизни, потому что это как будто тебя обогоняют семьи, становишься изгоем и так далее. То есть преданность предприятию, предприятие заботится о своих работников, работник абсолютно предан предприятию. В Юго-Восточной Азии единственное государство, где страны Юго-Восточной Азии, где самый продолжительный рабочий день. в мире, да, самый короткий рабочий день, например, в Голландии, да, и вообще европейские государства Голландии, средняя продолжительность рабочего дня 5 часов, да, то есть это крайне немного. В среднем в Европе 6-7 часов, да. А Китай, Япония, Южная Корея, там Смидалпур и так далее, это 10-12 часов продолжительность рабочего дня. И причем речь идет не о том, что он официально 12 часов. Значит, заканчивается рабочий день, там, 5 или 6 часов вечера, никто с предприятия не уходит. То есть не так, чтобы разменял звонок, все поближали бегом по своим делам, нет. Все сидят на своем рабочем месте, не принято уходить с работы. Почему? Потому что ты что-то недоделал, ты можешь вдруг понадобиться и так далее. То есть люди сидят до 8-9 часов вечера, не получая за эту дополнительную оплату, это их личная преданность, личное желание, да. Не принято уходить в отпуск. Тем более не принято уходить в отпуск на месяц, да, максимум там 2 недели. Вот в Японии это связано, в общем-то, с психологическими проблемами, которые сейчас существуют там. А сейчас просто указание правительства, гонять людей в отпуск, так скажем, да, в кавычках, гонять, то есть отправлять обязательно людей в отпуск. Люди не уходят, потому что опять же это может понадобиться, опять же это чувство ответственности и так далее, и так далее. Единственные государства, Китай, Япония, Корея, опять же, где среди официальных причин смертности есть переутомление на работе. Больше в мире таких причин, как бы, в одном, в других чтах мира нет. Вот, поэтому вот эта дисциплина, ответственность, трудоспособность, она вот заложена была еще в философии Конфуция. Что касается государственного управления, то Конфуций поступал за мудрость правления, мудрое правление, это не была идея Конфуция. И поэтому при каждом императоре обязательно был совет мудрецов, философов, которым помогали в управлении. То есть правление должно быть мудрым и должно, безусловно, быть образцом, то есть люди, которые находятся во власти, они должны быть моральным, этическим образцом для всей нации. И поэтому потеря лица, потеря репутации, это в Китае подобно смерти, так же, как в Японии. Нельзя человека, достаточно высокий уровень коррупции в Китае и Японии, но нельзя человека, чиновника просто так опренить в коррупции. Как вот, допустим, в России мы можем говорить о том, что там тот именно чиновник, он, значит, там замешан в каких-то делах, но этот чиновник, это не принимает внимания, что ли он так думает, да, его это не волнует. В Китае абсолютно не так. Если человека обвиняют в чем-то, то он теряет все, он теряет все должности и нелегко теряет жизнь, потому что смертную казнь в Китае никто не обвинял. Очень часто и самое большое количество смертных приговоров, которые приводятся в исполнение, именно в Китае, да, он лидер по этим показателям. У них приняты массовые, причем отношения чиновников, отношения богатых людей, приняты массовые расстрелы на стадионах, куда могут прийти желающие посмотреть, если есть такое желание, да, вот. И почему-то они проводят это все под Новый год, очень массовый такой расстрел под Новый год, вот. Но только китайские имеются в виду, да, но и в Китае. Вот, не знаю почему, но в общем, вот. И вот в Китае сейчас происходит смена власти, о чем я тоже сейчас скажу. И, естественно, этому предшествует достаточно серьезная внутрипартийная, внутриэлитная, так скажем, борьба. И один из чиновников, который претендовал на руку первого лица, он очень в Китае, да, он Бо Силай, вот, зовут, значит. Его жену обвинили в том, что она осуждена сейчас в убийстве, в заказном убийстве английского гражданина, да. Она, естественно, вину признала, сказала, что муж ни сном, ни духом, да, ничего не знал, в общем, все взяла на себя. Ей приговорили, кстати говоря, к смертной казни со срочкой на два года, но вероятнее всего это будет пожизненный срок. Он был лишен вследствие, его никто не признал виновным, никто против него обвинений не выдвигал, был лишен всех постов, всех должностей, всех привилегий, да, потому что вот потерян уже образ добропорядочного правителя. И вот эта вот идея о том, что проявление должно быть не просто мудрым, но и действительно должно быть эстетическим, моральным, нравственным, нравственным для всех, она вот тоже идет от Конфуция. И что касается внешнего влияния, то Конфуция говорила, что любое внешнее слово, любое внешнее воздействие должно быть услышано и может быть принято Китаем, но с учетом китайской специфики. И в этом отличие Китая. Китай никогда вот так агрессивно не отвергает какие-то западные ценности, как, например, исламский мир, да, их не принимает. Китай все это принимает, но с учетом все специфики Китая, да, и Китай любит говорить о том, что все, что попадает в Китай, оно китайизируется. Вот, и действительно приобретают такие формы, которые соответствуют истории, культуре Китая. Об этом тоже говорил Конфуция. Значит, 1911 год происходит демократическая революция в Китае, и на смену монархии приходит демократическая партия. Демократическая партия Китая по главе с таким лидером, как Чан Кэйши, можете не записывать, там, значит, имеет, она просуществовала до 1949 года в демократии, ну, она условная демократия, да, до 1949 года, когда, видите, когда была свергнута коммунистическая уже партия, да, Так вот, демократическая партия Китая во главе с ее лидером укрылись в 1949 году на острове Тайвань и провозгласив себя единственным законным и легитимным руководством. И надо сказать, что до 70-х годов даже Организация Объединенных Наций считала законным руководством Китая именно вот демократическую партию, проживавшую уже на острове Тайвань. Все проблемы с островом Тайвань, которые есть до сих пор в Китаре, они связаны с тем, что американцы в 1949 году гарантировали китайскому правительству взгнание, они гарантировали ему независимость и гарантировали ему военную защиту, и до сих пор этих гарантий Америка, в общем-то, себя не снимала. И вот эти проблемы с островом Тайвань, с тем, что он не принадлежит Китаю, они сохраняются до сих пор. А в 1949 году приходит к власти коммунистическая партия Китая, и китайцы в 2009 году, это было 1 октября, отмечали 60 лет создания китайского коммунистического государства, 60 лет. Это знаменательная для них была цифра, потому что китайский традиционный календарь поделен на 60-летние цифры. И они говорят о том, что первые вот эти 60 лет 49-го года Китай поднимался с колен после столетий унижений. А сейчас новый, с 2009 года цикл 60-летний, когда Китай, по мнению китайцев, должен занять достойное Китаю место в мире, естественно, какое-то место первое. То есть, естественно, что Китай сейчас будет стремиться к мировому лидерству. Но эти 60 лет были очень неоднородны для Китая, потому что первые 30 лет Китай провел под руководством Мао Ци Дуна. Причем китайцы пытались скопировать советский опыт. Китайцы пытались скопировать советский опыт, проводить индустриализацию, коллективизацию, ничего у них не вышло. В результате голод, в результате нищета, в результате, естественно, внутриполитические противоречия между китайскими лидерами. И для того, чтобы сохранить власть, Мао Ци Дун в 1967 году под его инициативой проводится Великая культурная пролетарская революция. Наверное, слышали такое выражение, как культурная революция в Китае в 1967 год. Она была далека от культурной революции, именно в ее языке, где культуре. Мао Ци Дун, который был, естественно, диктатором тоталитарного правления, он понимал, что, чтобы сохранить власть в своих руках, он первым рефлексировал очень многих своих сподвижников, как это делал. Вообще, Сталин был для него кумиром, для Мао Ци Дуна. И советско-китайские отношения испортились после 20-го съезда КПСС, когда Крущев обменял Сталина в репрессиях. То есть, для Мао Ци Дуна это было, в общем, он не принял вот этот вот съезд, и, в общем, отношения ухудшились. Но, на самом деле, он увидел, в чем он увидел проблему? Когда возникает, почему возникает оппозиция? Кто главный враг вот такого диктаторского правления? Почему люди недовольны властью? Почему они начинают выходить на улицы и протестовать? В чем причина этого? Как вы думаете? Ущемление прав. Ущемление прав. Так, еще. Он увидел главный корень зла в образовании. То есть, чем человек образованнее, тем он начинает более, он критически выслит, он оценивает, начинает критиковать все, что вокруг, да, и, соответственно, что нужно сделать? Нужно уничтожить образование. Значит, что и было сделано в Китае. Высшее образование на 10 лет практически не существовало. В вузы, ну, не работали. Там и для медицинских было сделано исключение. Но так набора в вузы не было в течение 10 лет. В школы он считал достаточно, там, 3-5 классов. И эти все годы школьники изучали одну единственную книгу, как правило, ну, не совсем, но тем не менее. Значит, главный предмет – это книга с цитатами Мау-Дзюдуна, которая выбивалась в головы, да, для того, чтобы люди поджили этими схемами, значит, и этими представлениями. Уничтожались мы длинные ценности, сжигались книги и так далее, и так далее. И тот урон, который нанесла культурная революция в Китае, вообще сложно в истории Китая вспомнить такой, значит, эпизод, да, который, значит, в связи с тем, что в истории Китае, в общем-то, достаточно сложно, конечно. Вот. Поэтому, действительно, это позволило Мау-Дзюдуну, в общем-то, еще на 10 лет оставаться от власти, но, значит, конечно, ситуация эта значительно не улучшила, да, так же голод, так же нищета и так далее. В 76-м году Мау-Дзюдун умер, и, в общем-то, благодаря этому факту начался новый этап в истории Китая. Этот этап начинается в 78-м году, там еще два года такие переходные. В 78-м год руководителем Китая становится человек, который сделал современный Китай. Вот что значит личность человека в истории. Жак Ширак сказал, французский президент сказал про него, что ни один человек в 20-м веке, государственный руководитель, я имею в виду, не сделал ли своего народа столько, сколько сделал, кто был руководителем? Сяо Мео. Дэн Сяо Мео. Да, вот это имя запишите, потому что, действительно, именно этому человеку обязан Китая. Тем, что он стал вторую же державой, но в перспективе, возможно, и первый Дэн Сяо Мео. В 78-м году приходит к власти он в Китай. И, в общем-то, с этого момента начинаются преобразования. Он провозгласил там четыре модернизации, сельского хозяйства, промышленности, науки, военной сферы. Но в чем он увидел главные возможности Китая? В чем те точки роста, так скажем, то преимущество Китая, за счет чего он мог создать ту экономику, которая будет? Рабочая сила. Рабочая сила, дешевая рабочая сила. Огромная масса населения готова трудиться, трудиться, трудиться практически без зарплаты. Зарплата, средняя зарплата в Китае в 80-е годы не превышала до 50-100 долларов. А сегодня зарплата в Китае, ну, порядка 500, средняя опять же. Ну, это как средняя температура в больнице, конечно, но, тем не менее. Вот, где-то 500-600 долларов. Значит, и второй момент, помимо дешевой рабочей силы, что еще выгодно отвечает Китай? Много ресурсов у Китая, кстати говоря, да, есть, но не так много. Что его отличает? В чем его преимущество еще? А? Выгодное географическое положение. А в чем выгодность-то этого, преимущество этого? А суши? Ну, суша, понятно, да? Но куда он выходит, да? К какому? Не морю даже, да? Тихий океан. А что позволяет Тихий океан? Почему он так важен? С кем торговать? Прежде всего, Соединенными Штатами. То есть именно выход и наибольшее развитие. Китай же, он огромный, в общем-то, это третья по территории страна в мире, после России, Канады, да, на третьем месте Китай, на четвертом месте Соединенные Штаты. Китай, он очень неравномерный. Сельская местность, север, они неразвитые, да, центр Китая и север неразвитый. При этом юго-восточная часть, где в основном, да, вот, значит, крупные города Китая расположены, то, естественно, вот именно эта часть, она и получает развитие за счет выхода к Тихому океану возможности торговли. Значит, именно вот в этот период Дэн Циаупин провозгласил так называемый китайский путь развития. И в 90-е годы очень популярна была идея России. Говорили, что вот в чем ошибка России, в том, что она не пошла по китайскому пути. В чем заключался этот путь? Россия сразу скажет, что она не могла пойти, все эти разговоры, они достаточно, значит, не имеют подсопланования, она не могла пойти по китайскому пути, потому что, во-первых, здесь нет китайцев. Китайцы это непосредственно главный ресурс все-таки Китай. Но они есть, да, они даже в объеме все-таки, да, есть сейчас. Вот, но, естественно, что китайский путь развития заключался в чем? В том, что они провозгласили экономическую модернизацию, экономическое преобразование, ушли от коммунистических представлений о экономике центрального планирования, экономика должна быть свободной, конкурентной, должна быть частная собственность, все это они вводят, но при этом не меняют политическую систему. Политическая система до сих пор, прошло более 30 лет, остается такой, как она была. Если Советский Союз все сразу же реформировал, одновременно разрушив полностью политическую систему, которая существовала, и экономические преобразования были начаты, то Китай, он очень аккуратно, очень осторожно действовал. То есть надо преобразовать экономику, модернизировать, сделать нас сильнее, да, и, соответственно, при этом не надо трогать политику, не надо трогать политическую сферу. Значит, и вот давайте вот несколько слов, еще потом перейдем уже к статьям. Значит, что из себя представляет именно политический Китай, да, раз уж про политическую сферу. Вы во главе китайская коммунистическая партия, КПК Китая, коммунистическая партия Китая. И главным органом власти вообще по китайской конституции является Всенародное собрание, то есть парламент Китая. Всенародное собрание называется «Китайские представители». Значит, парламент, это, наверное, один из самых таких масштабных парламентов, 2979 человек, там, ну, для сравнения, в российском парламенте, в Госдуме 450, ну, это с учетом, естественно, все-таки численности Китая. Но на самом деле это достаточно такой формальный орган власти. При парламенте есть постоянный комитет, куда входят 150 человек. Постоянный комитет — это 150 человек. И вот это уже верхушка власти Китая, но помимо этого есть еще политбюро. По аналогии с Советским Союзом в Брежневских времен, когда там во главе находилось именно политбюро, это порядка 20-25 человек. Вот это и есть руководство Китая. Отмечу, что Китай руководится коллегиально. В Китае на сегодняшний момент нет единоличного правления. Это коллегиальное руководство. И выбор следующего руководителя Китая, он всегда — это совместное решение. Совместное решение. Это не решение одного человека, что я назначила себе премьерника, да, пусть у меня есть место в России. Здесь всегда это совместное решение. Хотя граждане Китая, они, конечно, в малой степени влияют на выбор руководителя. Китай считает, что вот парламент избирается гражданами, причем выборы, особенно в сельской местности, на местном уровне, они достаточно демократические. В Китае там даже несколько политических партий есть. То есть там нет даже серьезных проблем с подсчетом голосов и там с честностью выборов, да. Другой вопрос, там не все, конечно, могут попасть, но тем не менее, значит, в избирательные списки. Но что касается уже верховной власти, то, конечно, граждане здесь очень косвенно влияют. Вот. Значит, смена власти в Китае происходит каждые 10 лет. Вот Китай не руководится после Мао Цзюдуна, они взяли вот эту смену власти. Она происходит, еще раз повторяю, не с помощью всенародного голосования, но она происходит. То есть она условно 10 лет, там иногда 11-12, но это уже идет в переводе на власти. И сейчас вот в марте Китай полностью уже перейдет под власть нового руководителя Китая. Нужно сказать о том, что в Китае есть представление, значит, связанное с тем, что оптимальный возраст политика 60 лет. Это вот лучший возраст для политика. Он набрался опыта, он уже вот находится в расцвете. Поэтому придумана следующая схема. Каждые 10 лет приходит поколение 60-летних. То есть они все им примерно по 60 лет в поведении в Китае. Естественно, через 10 лет, как вы понимаете, становится 70 лет, они уходят на пенсию и приходит новое поколение 60-летних. Вот такая цикличность у них присутствует. Да. А если оно тогда не умеет? Ну, это уж его проблема, конечно. Значит, мир, что с ним будет пробкой. Тут уж никто повлиять не может, да? И все может произойти. Вот. Естественно, тогда смена будет. Но пока таких эпизодов, если говорить о виде ревна Китая, пока не было. Желучие. А? Желучие. Да. На 70 лет, в принципе, в Китае, в общем-то, средняя продолжительная жизнь это выше по сравнению с Россией. То есть лучшие показатели. И мужские, мужчины живут там, ну, по-моему, 70-70 лет. Поэтому, в общем-то, все пока. Так, что, значит, у них без каких-то серьезных проблем. Вот. То есть приходит вот новое поколение. И, соответственно, значит, вот в октябре этого года в Китае... Глава Китая, он называется председателем Китайской Народной Республики и одновременно генсекретарь партии. Так, в октябре они избрали нового генсекретаря партии. А в марте этого года он должен получить полномочия и председателя Китайской Народной Республики. Да, и новым главой Китая будет Си Циньпинь. Вот. Ну, можете не записывать, потому что не так, может, важно. Си Циньпинь. Значит, он принадлежит к поколению так называемых «принцев». Называют их «принцами» в кавычках, опять же. Это дети руководителей Китая, которые, значит, строили коммунистический Китай. Вот. И сегодня, в общем-то, вот они находятся у власти Китая. Значит, первый период в Китае, связанный с Дэн Си Ау-Пином, это в 1978-1988-1989 годы. Да, первый период. Это 1978-1989 годы. В чем отличие внешней политики Китая в этот период? На что обращал внимание Китай? На этом первом этапе. Внешняя политика. Так, внешняя политика. Больше это внимание, он как вел? Внутреннее развитие. Именно на внутреннее развитие, да. То есть первые 10 лет как раз Китай концентрирует, он очень себя осторожно вел во внешней политике. И завет Дэн Си Ау-Пина, который, по-моему, в конце там статьи его заветы приводится, да. Значит, главный завет раскрывать свои возможности. Вот китайцы до сих пор, они пытаются. Значит, уже весь мир понимает, что Китай уже, конечно, не просто там отсталое государство, а, возможно, в ближайшем будущем сверхдержава, да. Но китайцы все время, они у себя очень осторожны. Нет, 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 нет. Ну, вот. Мы тут как бы совсем не чучом. Мы тут еще очень не развиты. У нас еще много очень проблем. Вот этот, а в этом говорил Дэн Си Ау-Пин. Надо жить все лучше и лучше, работать все больше и больше и строить свои возможности, да. Вот. Вот, значит, вести себя очень осторожно. И поэтому первые 10 лет Китай концентрируется на экономическом развитии. Начинается, открываются границы и начинается вот этот вот сумасшедший экономический рост Китая. Потому что в 80-е годы Китай в этом случае приплюнул, конечно, иконию с ее экономическим чудом, Корею. Потому что более 30 лет ни одно государство, нельзя вспомнить и привести пример, что государство каждый год, ежегодно давало экономический рост. Причем не один-два процента, а в 80-е годы. Сколько там? Там где-то, в какой-то год, в 11. У них даже не одиннадцать, у них в 80-е годы 10-11 процентов. Это ежегодный экономический рост Китая. В 90-е годы вплоть до 15 процентов. Это, ну, это вообще никому не снилось, да. То есть, считается, что там 23 процента – это неплохой экономический рост. 15 процентов. В 2000-е годы опять 8-9, там 10 процентов. Вот в прошлый год почти 9 процентов Китая. Для сравнения, Россия за 20 лет, более чем 20 лет реформ, было несколько лет в истории нового российского государства. Максимум, что выдала Россия, это 5 процентов экономического роста. Да, в прошлый год это 3, но там более 10 лет вообще не было никакого экономического роста. То есть, конечно, здесь сравнивать с Китаем невозможно. Причем все экономисты уже, наверное, более 10, а то 15 лет говорят о том, что, ну, вот Китай вот-вот-вот-вот, да. Китайская экономика перегрета, вот это известное терминное. Китай вот не сегодня, а завтра будет в кризисе, да. Вот любое потрясение экономическое в мире приведет Китай в кризис. Но Китай, на самом деле, вот в 2008 год весь мир в кризисе. Кто выиграл от этого кризиса? Опять же, Китай, вот, ну, никак не более 30 лет, и, в общем-то, серьезных экономических потрясений, то есть, серьезного экономического кризиса в Китае не было. Конец 90-х годов кризис в Юго-Восточной Азии, в Японии, в Корее, в Китае продолжается экономический рост. То есть, все пока надежды на то, что Китай остановится, их вот, они пока не оправдываются. И вот, действительно, вот в 80-е годы они, конечно, концентрировались прежде всего вот на этом. На развитии, на модернизации, да. Кстати говоря, именно в эти годы первые инвестиции прошли в Китай, потому что Китай был границей. И кто пришел туда? Кто первый инвестор Китая? Россия. Ну, конечно, в 80-е, 90-е годы Россия, себя-то не могла инвестировать в США. Уж Китай, США впоследствии. А первым, это кто поблизости там? А, Япония. Япония и так называемые азиатские тигры, да. То есть, азиатские тигры, это Южная Корея, это Сингапур, это Тайвань тот же, да. А, значит, они начали вкладывать в Японию один из крупнейших инвесторов Китая, когда отношения Китая и Японии крайне сложные, конечно, исторически сложные. Вот, но впоследствии, конечно, Соединенные Штаты. Штаты начали вкладывать в Китай, и Китай стал сборочным цехом постепенно, и пошивочным цехом всего мира, да. Вот, значит, что меняется в 89-м году? Ну, происходит смена руководителя в Китае, приходит зять Зиминь, тоже можете не записывать, да. А, значит, что происходит в этот период, что меняется во внешней политике Китая, да и во внутренней? Распад Советского Союза. Распад Советского Союза, и какое впечатление он произвел на Китай? То, что за с ним могут поступить так же США, как и с собственным Советским Союзом? Да, то есть отношения Китая, на Китае очень такое серьезное впечатление произвело распад Советского Союза, они поняли, как не надо делать, да, то есть они, если еще и были идеи каких-то политических преобразований, то после распада Советского Союза, когда начинаются политические преобразования в результате, вся страна, империя, сверхдержава распалась, да, значит, и китайцы поняли, что надо быть очень осторожными, и, в общем-то, именно память об этом факте не дает именно на сегодняшний день проводить серьезные изменения в политической сфере, то есть там все остается действительно точно так же. А вот, 89-й год, очень такой печальный год в истории Китая, потому что связано это с выступлениями на какой площади? Тянь-Мэйн, да. Тянь-Мэйн, да, значит, а кто вышел на эту площадь? Студенты, чего они хотели эти студенты? Учиться они учились уже, уже система образования работала. Вот как раз они хотели политических изменений, как в России сейчас студенты тоже выходят, да, например, там, или молодежь выходит, потому что когда вы открываете границы, то, естественно, начинает поступать информация, естественно, внешнее влияние. Естественно, за свободной экономикой хочется и свободы в политических отношениях. И студенты наивно полагали, что Китай может измениться в этом отношении. И в 89-м году массовые выступления студентов по требованию демократических свобод, соблюдению прав человека и так далее, да. Китай поступил крайне, руководство поступило крайне жестко, там были выведены танки, в общем-то вся эта демонстрация была уничтожена фактически. Сколько там погибло? Тысячи человек неизвестны на сей день. Вот, но на самом деле, конечно, это, и надо сказать, что после этого серьезных выступлений в Китае в пользу прав человека и свобод уже не было, да. Вот, поэтому и не до сих пор. Вот, поэтому вот Китай, значит, естественно, это судил весь мир, но тем не менее Китай в этом смысле всегда действует очень жестко. То есть то, что внутренняя политика Китая, это его внутренние проблемы. А что меняется во внешней политике Китая в этот период, в 90-е годы уже? Ну, прибыль, да. Ну, да, так. То есть это в России. То есть это в России, это Кимаков в свое время высказал идею, что России надо регионаться с Китаем, как бы противовес Соединенным Штатам. Но Китай очень активно начинает действовать где? Он начинает позиционировать себя именно как региональная держава. То есть пытается наладить отношения с соседями, выезды, выстроить так называемый поиск добрососедства, да. То есть он вот активно начинает сотрудничать, заключать. Кстати говоря, именно в 90-е годы были сняты все вопросы о территориальных претензиях между Россией и Китаем. Официально претензии у Китая в России, а у Китая претензии к очень, он граничит более чем 10 государств, да. У него ко всем были эти территориальные претензии, вот. Но на самом деле вот с Россией сейчас вопрос улажен. Другой вопрос, что вообще карта Китая, даже в учебниках некоторых Китая, карта Китая выглядит не так, как она выглядит. Карта мира, так скажем, да. Не так, как она выглядит. Нет, она, безусловно, не на весь мир, но там намного желтее. Китай уже желтый, да, на карте, поэтому там вокруг вот территории, которые... Монголия, у нас же, да. Монголия, так и говоря, безусловно, это сфера интересов Китая. Дальний Восток сегодня, это, конечно, сфера интересов Китая. И еще об этом поговорим. Это действительно очень опасные процессы сейчас, которые... Потому что, с одной стороны, Россия, конечно, сотрудничает и так, но, с другой стороны, опасность того, что светодержава будет находиться на границе с Россией. Вы знаете, что... Возможно, я говорила о том, что от Урала до Дальнего Востока в России проживает менее 20 сейчас миллионов человек. В России, как вы понимаете, территория огромная, 142 миллиона, то есть у нас плотность населения, там, по-моему, 8 человек на квадратный километр. В Китае 139 человек на квадратный километр. Но в Японии еще больше 300, а, например, там, в Сингапуре 6 тысяч на квадратный километр. Но в Сингапуре там совершенно маленькое государство, да? Так вот, на Дальнем Востоке, в России, ну, расселение-то неравномерное, поэтому на Дальнем Востоке один человек на квадратный километр. То есть там нет никого практически, никто не живет. Огромное количество ресурсов, как Сибирь и Дальний Восток, приграничные провинции Китая, это 300 миллионов человек. То есть и отсутствие ресурсов там, кстати говоря. Вот, поэтому, естественно, что это очень опасно. Более того, Дальний Восток сегодня, российский, он намного более тесными отношениями связан экономическими с Китаем, чем с остальной Россией. Да, безусловно. То есть и поездки на Дальний Восток и российских руководителей, а в последнее время этот форум МАТЭС, внимание вроде там к Владивостоку и вообще в целом к этому региону. У нас даже сейчас вице-премьер есть по Дальнему Востоку, потому что действительно ситуация крайне сложная. Регион отрезан. Долететь до Москвы из Владивостока, естественно, большая проблема. Это очень дорого, доехать до Китая или дойти до Пекина, там не представлять никакой проблемы. Поэтому, естественно, что мы... А какую дипломатию начинают проводить? Финансовую дипломатию, энергетическую безопасность, да, Китай, вот это основные идеи, его действия во внешней политике. Хорошо, как он может обеспечить себе финансовую безопасность? Что вы делаете? Ну, с валютой у Китая... С валютой у Китая проблемы... Почему? Потому что курс юаня занижен, и Китай ему не хочет повышать, да, естественно, потому что потеряет на, значит, экспорте, да, импорт, вернее. Вот, поэтому Китай, причем юань не является до сих пор свободной конвертируемой валютой. То есть он не рассчитывается в юане, да, на основной валютой конвертируемой для Китая, для всего мира, является доход, да. А американцы, как раз, они выступают за то, что Китай сделал, конечно, юань конвертируемой валютой. И Китай сейчас начинает вот этот период, насколько там, какому это получится, но торгует он сейчас и рассчитывает за свои валюты, прежде всего, соседями, да, близлежащими государствами, в том числе, например, Казахстану, да. А Китай, что касается, почему Китай очень так благополучно для себя пережил финансовый кризис? С кем не связано? С кем не связано? С кем вообще не связано? С кем не связано? Валюты не было, ни в стимулятивных вот этих вот сделках, Китай, в общем-то, не участвовал, и поэтому, естественно, что Китай удалось, вот, значит, действительно, он не встроен, на самом деле, вот, систему экономических и международных отношений, и поэтому он достаточно легко пережил этот период, да. Что касается физической безопасности, Китай в этом году, ой, вернее, в 2012 году, Китай вышел на первое место по потреблению энергоносителей. Он перегнал Соединенные Штаты. Штаты всегда, это более 20%, 20-й четвертью, значит, потребления энергоносителей, Китай сегодня перегнал Соединенные Штаты. И Китая ресурсов не хватает. Вот говорили бы о том, что у Китая ресурсы есть, там ресурсы, но на самом деле для современных потребностей Китая, а в отличие от Соединенных Штатов, если в Штатах энергоносители нужны на сегодняшний момент, преимущественно на что? Ну, что тратится? Нет, идет на что? Конечно. А? На бензин. На бензин, абсолютно правильно. В меньшей степени на промышленность. В Китае все наоборот. В Китае в основном потребности промышленности, да. Значит, откуда берет этот доноситель Китай? Кто ему продает? И где сегодня экономические и внешнеполитические интересы Китая? Африка. Да, в Африке сегодня Китай основной игрок, потому что Африка это ресурсный регион, и Китай готов сотрудничать даже с режимами, с которыми никто не сотрудничает в современном мире, там, например, тот же Судан, да. А, значит, Китай в этом смысле, он даже не только ресурсы, там, нефть, алмазы и так далее, да. Даже территорию покупает сегодня в Африке. То есть покупает территорию, огораживается забором. Там Китай выращивает себе продукты для Китая, да. На самолеты все это веет Китай. То есть территория считается уже китайской, да. Вот, поэтому Китай сегодня в Африке, кстати говоря, помимо того, что берет там ресурсы, он еще очень серьезно стал заниматься инфраструктурой, это тоже изменение во внешней политике. Как Советский Союз в свое время активно строил в Африке, там, заводы, фабрики, пытался строить дороги и так далее, да. Сейчас этим занимается Китай очень активно. Вот, еще где интересы Китая, помимо Африки? Латинская Америка. Латинская Америка, да, безусловно. Латинская Америка. Китай, кстати говоря, в последние где-то 5-6 лет вышел на рынок вооружения. Это была сенсация для всего мира. Китай практически сейчас, он всегда в советский период, конечно, покупал советские вооружения. Сегодня он практически не покупает советские вооружения, и Россия потеряла уже Китай как вот такого партнера именно в торговле, если брать торговлю оружием. Но Китай стал сам создавать оружие и продавать его очень активно в Латинскую Америку. Другой вопрос, что китайская продукция, особенно самолеты, истребители, они довольно напоминают российские аналоги, да. Вот, но на самом деле Китай не признает такого понятия, как авторские права, это всем известно. Китай очень активно ворует все технологии, и в общем, значит, привлечь на самом деле, вот, серьезно привлечь Китай за это не удалось еще никому. Китай не только начал торговать оружием, в том числе вот Венесуэла, она закупала китайские вооружения, но Китай создал с нуля автопром, да, если в России все-таки автопром существовал, то в Китае и Индии своего автопрома не было никогда. И с нуля они в 90-е годы начали этим заниматься, и Китай, и Индия. Индия, кстати говоря, создала вот лет, тоже там 4-5 лет назад свой автомобиль, самый дешевый автомобиль в мире, он, значит, такой народный автомобиль индийский, да, то есть это менее 2000, по-моему, долларов стоит, вот, то есть, что? Типа пик? Ну, наверное, вот, но на самом деле вот это показывает Россия, в России, как вы знаете, с автопромом никакого прогресса до сих пор нет, да? Вот, несмотря на то, что, значит, достаточно давно создан. Вот, поэтому, естественно, что вот Китай, помимо Латинской Америки, что еще, какие регионы? Ну, Тихоокеанский, да, там, какой регион? Тихоокеанский, так, а нет, я имею в виду и с Турцами. Нижний Восток, Иран, еще? Ну, Россия, да, вот Россия, как это, значит, Россия вообще никогда не продавала нефть и газ Китаю, но сейчас построен нефтепровод в Китае. А, да, через Казахстан, Казахстан, вообще, вот, бывшие республики Советского Союза, Казахстан, Афбекистан, Туркменистан, да, вот это три республики очень ресурсные, они, конечно, сейчас входят в зону интересов Китая. Китай рядышком с ними, граничит с ними, в общем-то, кстати говоря, улучшение отношений России и этих республик, особенно у Казахстана, да, и Туркменистана, с Казахстаном, все-таки отношения были даже в 90-е годы такие плохие. Оно связано с тем, что руководство этих республик прекрасно понимает опасность Китая, вот, и кто может защитить, значит, и кто, конечно, Россия. Поэтому, вот, пытаются себя обезопасить, но на самом деле очень тесно сейчас связано именно, значит, поставками энергоносителей в души республики. Что касается России, то Россия, вот, в последние два года руководство России объявило, что сейчас мы будем акцентировать свое внимание на торговле не с Европы, как все время исторически сложилось, да, а именно с Азией, да, в частности с Китаем, и сейчас строится газопровод в Китае, и плюс с Японией. Япония тоже сегодня, в общем-то, очень активно рассматривается как партнер в торговле энергоносителей, да. Это, кстати, опять же опасно для России. Многие говорят о том, что не стоит продавать нефтегаз в Китае, тем более строить газопроводы и нефтепроводы, которые напрямую свяжут Россию и Китай. Да, и вести себя так, как иногда Россия, там, ведет себя в отношении, там, тоже Украины, да, и Европы, то здесь уже так не получится с Китаем, то есть, в общем, сегодняшний момент, да. Ну, я начну к этому проводу, возможно, привели какую-то, вот, что касается шельфов Сахалина, да, то есть, Сахалин, там, проекты Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3, там, англичане, американцы, вот, потому что осваивать эти месторождения крайне сложно России, и нет таких средств, и поэтому они делают это совместно. Вот, так, и интересы, кстати говоря, Китая сегодня даже в Арктике, да, как ни странно, какое он отношение, вроде бы, имеет к Арктике, никакого, да, но, тем не менее, Китай сегодня, Арктика, последняя кладовая Европа, как известно, да, ой, мира, только не Европа, причем-то Европа, вот, и сегодня идет очень серьезная борьба за Арктику, за ее ресурсы, и Китай сегодня заявил о том, что, в общем, это тоже его зона интересов, да, да, несмотря на то, что, в общем, выхода, естественно, этого региона не имеет. Арктика не принадлежит официально, естественно, она не принадлежит никому, регулируется там все ООНовскими законами, нормами правовыми, и, по-моему, значит, в этих законах сказано о том, что государства, которые выходят к Арктике, они могут, территория их, это 200 мей, морских мей, да, от, ну, значит, границы, вот, то есть они могут их осваивать, это их территория, но, естественно, с учетом, и здесь наблюдения осуществляет ООН. Все, что идет с шельфы, да, значит, это все регулируется именно ООН и Советом Арктическим, куда входят все государства, которые, опять же, имеют отношение к Арктике. А эти государства, по-моему, их 8. Кто туда выходит? Кто в Арктике? Ну, Россия, понятно, Соединенные Штаты, понятно, Канада, понятно, Дания, потому что там находится Гренландия, которая является частью Дании, да, дальше Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия, по-моему, вот, 8, по-моему, их государств, да, то есть, так, тише, девочки, вот, 8 государств, вот они, между ними, вот, все это, и были очень уже серьезные конфликты между Канадой и Соединенными Штатами, там, из-за Арктики, вот, значит, кто-то считает определенные территории международными годами, кто-то считает своими и так далее, и все это с учетом, вот, все равно международного права, и там ООН является ключевой, это нам. А так как создан ООН наблюдательный совет, куда могли войти все желающие, потому что, на самом деле, все, что находится за вот этой территорией, это, в общем, никому, ну, да, прерогатива этих стран, но, тем не менее, никому не принадлежит, и любое государство может освоить шельфы, может подавать заявки, и более 20 стран, в том числе, Великобритания, Франция и Китай, которые никакого отношения не имеют, они туда уже подключились, что необходимо учитывать мнение и остального мира, да, то есть этот регион, в общем, никому не принадлежит, поэтому почему здесь привилегии каких-то... Ну, там идет разговор о том, что таяние льдов, поэтому, в общем, есть таяние льдов, но там шельфы уже, видите, там тоже нефть, по-моему, я не знаю, скажу, как там все это... Так, значит, вернемся к Китаю, так, значит, энергетическая безопасность, финансовая безопасность, что еще? Какие еще там проблемы решает Китай? Создание военно-морского флота. Так, вообще, развитие армии, создание военно-морского флота. Китайский бюджет военной второй в мире на сегодняшний момент, после Соединенных Штатов, более 100 миллиардов долларов, по-моему, что 8 миллиардов долларов, они придут на военную сферу. Китай сейчас очень активно занимается модернизацией армии. Естественно, в Китае, как вы понимаете, самая большая армия в мире, регулярная армия в мире, но с учетом численности Китая. Вот, Китай сегодня очень активный и военно-морской флот, и вообще модернизация вооружений и так далее. Очень много, значит, программы Китая, значит, травим свет. Значит, отметить также, вот мы с вами, я не сказала вам о том, что Китай является, вот несколько таких еще моментов, они у вас остались. Значит, Китай является унитарным государством, сейчас поговорим о проблемах Китая, унитарным государством. Вот Россия – федерация, Китай – унитарное. Что это означает, что унитарное государство вспоминает? Федеративное вопрос в России, оно с чем связано? Китая – субъекты федерации. Соответственно, если мы говорим о унитарном характере государства, значит, естественно, это полная вертикаль власти, это абсолютно все контролируется в центрах. То есть централизованное государство. Оно состоит из 22 провинций, 22 провинции. На самом деле, китайцы считают, что 23. 23-е – это Таипань. Они считают нашей законной провинцией. Таипань, конечно, не согласна с этой позицией. Да, но Китай вообще для Китая вопрос, где Китай не идет, мы с вами говорили о гармонии, о том, что Китай, в общем-то, его внешняя политика, если вы почитали эти статьи, то она очень миролюбивая, он за мир во всем мире и так далее, и так далее. Что касается Тибет, это автономный район, я сейчас скажу, и Синцзянь тоже, да? На самом деле, Китай, что касается его территориальной целостности, это вопрос принципиальный. В общем-то, Китай, Китай, изведет себя крайне жестко. И что касается вопроса Таипаня, то есть в Китае не ставят китайцы, для них никаких вопросов в этом факте нет, что Таипань – это китайская территория. То есть Таипань может на эту тему думать, что он хочет, да? Но на самом деле, это можно сравнить с Японией-курилами. Вот ни один пример, вы знаете, что между Японией и Россией до сих пор нет мирного договора. До сегодня нет подписанного мирного договора. Проблемой являются Курильские острова. Они же российские. Они российские, да. Но и после этого факта не признают. Хотя на... А кто-то по Китаю не желали читать реванцию и... Кто там это говорит? Мы на первой части говорили о том, что там в 49-м году угрылось как раз правительство бывшей Китали. Поэтому он был, конечно... Он раньше был китайской территорией, а потом вот так получилось, что он соединился. Значит, Россия, естественно, это российская территория, да? И это всем миром признается. Он не признается Японии. А ни один японский премьер-министр никогда... Это, безусловно, тот факт, что не подписан мирный договор, но, естественно, является проблемой, да? Глобальная проблема в российско-японских отношениях. Ни один премьер-министр Японии никогда вообще не заикнется даже о том, что здесь можно пойти на какие-то компромиссы, потому что японское общество, он 100%, они считают, что это японская территория. И они считают, что когда-нибудь, да, пройдет 20-30 лет, но эта территория вернется в состав Японии. Этот вопрос не обсуждается. Он вообще не... Ну, то есть там невозможно прийти к никакому компромиссу, потому что он просто вот... Вот две разные точки зрения, да? И... Что? Нет, там живут не японцы, там живут у нас. Вот, там... И вот, кстати, говоря, первый... Как вы сказали о том, что Дальний Восток сегодня больше связан с Китаем, чем с остальной Россией, вот то же самое Япония. Япония осуществляет такую, так называются, как правило, полгучи экспансии, ну, это в кавычках, да, на Курильские острова. В связи с 90-х годов жители Курилы могут абсолютно свободно ехать без всяких везти в Японию. Японский язык бесплатно изучается. Они строят там объекты, социальные объекты, больницы, например, школы, значит, различные культурные центры, дороги. Они очень много стали вкладывать именно в инфраструктуру Курил. Для чего? Для того, чтобы, посмотрите, как у нас хорошо, да, как все замечательно. При этом остальная Россия, конечно, вообще не имеет представления, что такое Курильские острова. Первый российский руководитель, который поехал на Курилу, да, это был Медведев в пору своего президентства. И после чего, вы представьте, российский президент едет на свою территорию, да, по своей стране, после чего в этот день приходят послы в Ночи Японии, заявляют ноту протеста, да, и был подан официальный протест, что президент России не имеет права ехать на эти острова. То есть это было воспринято как недружественный шаг, и то есть вызвало массовые протесты в Японии, что президент приехал на свою же правду к Курилу, да. То есть неприятие этого и осознание, что Курилу – это часть Японии, это фарма. А остальной мир очень волнует, да, если говорить об остальном мире. Там же даже военная часть есть, Российская. И Советский Союз, значит, объявить, и главное здесь, предмет разговора было объявление войны Японии. То есть американцы просили Советский Союз вступить в войну, ну, уже война и заканчивалась, но вот объявить войну Японии. Советский Союз вступил и объявил эту войну на основании того, что территории, которые были уже переданы на тот момент японскими, считались Курилевские острова, часть острова Сахалин, они будут переданы Советскому Союзу после окончания уже войны. Значит, война Вторая мировая закончилась капитуляцией Японии в сентябре 1945 года, после чего Японию опублировали Соединенные Штаты, да. Значит, Соединенные Штаты, и это в рамках, естественно, вообще-то международного, особенно военного права, они, значит, помнили эти все договоренности, в январе 1946 года была издана карта Японии, американцы ее сдавали, но, естественно, без этих островов. Советский Союз и острова части острова Сахалин. Советский Союз намек понял, в феврале, значит, собственную карту издали уже с этими островами, да, то есть, в общем, фактически это стало территорией, но там проблема заключалась в подписании мирного договора. Подписание мирного договора затянулось между Японией и всеми остальными государствами. Сегодня японцы говорят о том, что затянулось именно потому, что Япония, значит, Советский Союз оккупировала эти острова. На самом деле причина была совершенно другая. Конфликт был между Соединенными Штатами и Советским Союзом и за островом Окинава. Остров Окинава в сегодняшний момент, и американцы уже тогда планировали, это японский остров Окинава, но там база Соединенных Штатов. Главное, чтобы требования Сталина при подписании этого договора, чтобы там не было американцев, недалеко от Советского Союза, поэтому, естественно, там было достаточно опасно. То есть, вот, скажем так, конфликт шел из-за этого острова. Американцы хотели создать там базу, впоследствии там его создали, Советский Союз был против. Значит, никак не могли договориться, в 1953 году в Сан-Франциско подписывается общий мирный договор между Японией и, соответственно, всем остальным миром, потому что Япония же воевала не только Советским Союзом и там Соединенными Штатами, да, со всей коалицией союзников. Подписывается договор, на который Советский Союз демонстративно не приезжает в Сан-Франциско, советская делегация не приезжает, потому что их интересы не учтены, после чего, значит, договор был подписан, вот там Советский Союз не участвовал, да, после чего в 50-е годы речь идет о четырех островах, Шикотан, Хабамай, Туруб и Кунашир. Значит, в 50-е годы пришел к власти Хрущев, который пообещал, что два острова, значит, Шикотан, Хабамай, ребята, мы вам когда-нибудь передадим. В общем-то, мы дежанны, да, и вот когда-то мы вам эти острова передадим. И самое интересное, вот юристы указывают, международные эксперты, они указывают на этот факт, что был подписан договор о намерении тогда, значит, о намерении, что когда-то острова будут переданы. И подписав этот договор, японцы, которые никогда не признавали, они до сих пор говорят, мы не признали, что острова, значит, принадлежат Советскому Союзу, но договор этого не подписали. И де-факто получилось, что они признали, косвенно признали, а, значит, юристы на итогах. Почему? Потому что вы не можете подписывать договор с государством от передачи того, что этому государству не принадлежит, по вашему мнению. То есть, естественно, передать можно только то, что у него есть, то, что его. Но, тем не менее, прибрежные про эти обещания забыли. Ельцин про них вспомнил. Он сказал, да-да-да, приехав в Японию, что да, мы вам обещали, когда-то это случится. Ребята, два острова мы вам все-таки отдадим. Путин опять про это забыл, естественно. Поэтому вот проблема эта остается. А, кстати, вот насчет Курильских островов, я слышал версию, что японцы хотят ее получить, чтобы в Плохоцкое море рыбу оттуда получать. Там, понимаете, там ведь проблема не только просто в территории. Во-первых, почему Россия не предает? Никакое великое государство и сверхдержава, и великая держава, вообще претендующая на какое-то место в мире никогда ничего не отдают просто так, да? То есть, ну, это исключено. Если ты отдаешь свои территории, тут много желающих. Вообще к России предъявляют претензии все окружающие ее страны, там, включая Германию, даже хотя неофициально, но огромное количество стран имеет претензии к Украине, там, и так далее, да? Не говоря уже о Японии. Эти острова очень ресурсные, особенно Интуруп и особенно, значит, Хабамай, по-моему. Вот, как раз вы хотели передать, говорили о том, что менее ресурсные острова. Если передать эти острова, то там проливы Катерина, по-моему, и Фриза, они будут платными для России, как раз в Плохоцком море. Да, и естественно, что для России это, в общем-то, ну, совершенно невыгодно. Это условно. Дальше идти к острову, да? А что вы делаете с японцами, которые там пройдут? В подробности о японцах, но там сегодня действительно японцев не так много, да? То есть, мне кажется, создав пилу там в основном русская из русской России. Да, японцы туда не едут. Японцы туда не едут жить. Это не Дальний Восток, когда все-таки едут китайцы, да? Японцы, наоборот, они приглашают жителей Курил к себе. Вот. Насчет визового с России, я думаю, действуют, как обычно, с другого государства в России. Там визовый въезд. Японцы сделали просто исключение. В Японию для того, чтобы поехать, тоже нужна виза. Но если ты житель курильских отравок, тебе виза не нужна. Они делают исключение. Пожалуйста, бери билет, езжай в Японию. Да, если ты хочешь. Вот. То есть, это вот вступки. И изучение японского языка тоже там по желанию. Естественно, программа школьная не предусматривает изучение японского языка. Но если бесплатно предоставляются и создаются культурные центры, где можно изучать японский язык, да, то почему бы там, дети, не изучать японский язык? Поэтому и не забывайте все-таки, что жители островов, они, безусловно, также как и Дальнего Востока, они в общем, отношения, многие из них считают, что Россия в общем-то о них забыла и не имеет к ним особого отношения, да. И когда что Китай, что Япония, они здесь больше, ближе и доступнее, и даже в социальном плане, если брать Японию, там несколько больниц было построено японцами, на деньги японцев, да, в то же время, как я еще раз говорю, что касается курил, то Россия там вообще участвует очень мало. на собственной же территории. Вот, так, значит, помимо провинций, да, так, значит, мы сказали, 23-я Тайвань, 5 автономных районов, и в Китае уже вернемся к Китаю, 5 автономных районов, включая как раз Тибет, включая Санцзянь, значит, неблагополучные районы Китая. дальше, там 4 муниципальных образования, это города, да, крупнейшие такие, как Шанхай, Пекин, и два специальных административных района, два специальных административных района, это Макао и Гонконг. Макао, бывшая португальская колония, присоединена к Китаю в 99-м году. Гонконг, бывшая английская колония, присоединена в 97-м году. Интересно, что и Гонконг, и Макао действуют и живут сейчас по такому принципу, одна, значит, страна, две системы. А Китай в этом смысле поступает, еще раз возвращаясь к психологии Китая, к культуре Китая, очень осторожно. Возвращение этих регионов, они тоже считали всегда Гонконг, в общем-то, своим отключением, значит, дали эту колонию в 97-м году, но там введен, в этих регионах введен принцип, значит, такой, для 50 лет. 50 лет – это период, когда эти регионы переходят в состав современного Китая, так скажем, переходный такой период, который связан с тем, что в этих странах, в этих районах, да, сегодня сохраняется полностью та система, которая была, а в Гонконге своя валюта, в Гонконг, в Гонконг, в Гонконг, в Гонконге английский, язык, а не китайский, главное, естественно, да, в Гонконге своя административная, своя судебная система, и китайцы говорят, живите, послушайте, вот 50 лет вы главное называетесь Китаем, да, то есть вы территория Китая, а так сохраняйте свою систему, мы к вам лезть вообще не будем, мы к вам никаких там порядков своих устанавливать не будем, живите себе спокойно, со своей валютой, со своим, значит, языком и так далее, да, с твоей системой. Значит, что будет, и то же самое, та же самая схема сегодня предлагается в Таимане, говорят, что китайцы, что мы не то, что мы придем, там, значит, начнем с каких-то своих принципов вводить, нет, вы будете жить, как жили, только называйтесь Китаем, вот официально, формально, что вы Китай, да, в общем, наша территория, и все, а так живите, но на самом деле никто не говорит среди китайских руководителей, что будет через 50 лет, китайцы очень любят говорить, что так, 50 лет, для Китая не возраст, Китай подождет, вот, но на самом деле, что будет через 50 лет, никто не знает, да, пока вот если проект Ангонг 10, больше 10 лет прошло, все так же у них, да, и, в общем, Ангонг, конечно, качественно отличается, в общем, так и все равно Китая. Значит, вот такая территориальная структура Китая, значит, также отметим, что главная национальность Китая, титульная нация, это нация Хань, более 90% принадлежат этой нации, и более 55 различных национальных меньшинств присутствуют в Китае, проживают в Китае на сегодняшний момент. Что касается, вот, кстати говоря, несколько слов тогда давайте еще о демографической ситуации, да, одна из тоже вот таких серьезных проблем Китая и Китая, страна с самой большой численностью населения, миллиард 300 миллионов проживает сегодня на территории Китая, каждый пятый человек в мире китайцы. Так что, у них, но Китай, в отличие, по прогнозам, я еще эти данные буду вам давать на лекциях, значит, по прогнозам Китай к 50-му году станет, конечно, страной на второе место в мире, Индия будет первой, потому что в Индии нет никаких демографических программ, да, и там ситуация крайне сложная, сейчас там миллиард 100 миллионов населения, вот, значит, да, вообще в мире сейчас 7 миллиардов человек, 7 миллиардов жителей, там, в 2011 году, по-моему, родился, что? Карининградик? Да? Не знаю, знаешь, что именно 7 миллиардов, вот, 11-й год был, 7 миллиардов, да? Значит, что касается вот Китая, то в Китае в 70-х годах действует демографическая программа «Одна семья, один ребенок», конец 70-х годов, «Одна семья, один ребенок», «Одна семья, один ребенок», она нарушается, в сельских районах, конечно, детей там скрывают, вот, а национальные меньшинства, которые, вот, мы сказали, что достаточно много, они в этой программе, в этой программе не участвуют, в разрешенном иметь больше детей, и, вот, как бы правильно сказали, сегодня в городах существует так называемый налог, то есть ты можешь завести второго ребенка, но ты должен заплатить денег и государство за это, вот, налог там интересный, то есть я не скажу точно сумму этого налога, есть минимальный и максимальный, то есть там разбег достаточно серьезный, и когда семья заводит второго ребенка, она не знает, сколько с ним потребует государство, может потребует по максимуму, а может по минимуму, вообще в последнее время они требуют как раз по минимуму, как зовут, значит, более нисходительно относятся, но всегда есть опасно, что могут попросить, там очень большая сумма, это будет, там, тысячи долларов, да, и десятки тысяч долларов, и поэтому это, в общем, очень проблемно для семьи. Как выбирается сумма, по каким критериям? С местной власти они сами определяют, ну, они могут принимать, там четких критериев нет, могут принимать, конечно, доход семьи, да, там и так далее, но, в общем-то, тебя, ты можешь рассчитывать на то, что тебя могут максимум попросить. А, Наталья, а если вы, допустим, регулируете, как делаете, а где лишний момент, что делать? Ну, нельзя, это же регулирует, ну, понимаете, как ты можешь, ну, нарушается это иногда, на самом деле, в общем-то, соблюдать. В городах чаще всего, если ты не можешь, или позволить, так просто, нет. А если женщина, да, не будет, это вот, ничего не будет, я вас не догадаю. Но, наверное, не делать. Но. Там есть семья? Нет, во-первых, женщина, знаете, что касается, женщина одна там собралась рожать, да, это, в общем, не совсем про Китай, да, вот, потому что там есть семья, и там не мать-одиночка, да, и, во-первых, семья, муж, во-вторых, родители, родители мужа, и так далее. Ну, понимаете, в Китае нет, вы такие уже частные вопросы мне задаете, да, но на самом деле, в Китае нет нормальной пенсионной системы до сих пор. На пенсию получают демомники, и, ну, некоторые представители там некоторых профессий, в сельской местности вообще нет никаких пенсий. Поэтому на что может старость, дети живут с родителями? Это принято в Китае с древности. Ребенок, на кого рассчитывает человек, он работает всю жизнь, при этом не имеет потом никакого обеспечения, да. На что он рассчитывает на то, что он, кто его должен обеспечивать? Дети. Дети, это долг, ответственность ребенка, содержать своих родителей. Поэтому живут они с семьями, и вот так вот один человек, да, тем более женщина пошла рожать, и это, в общем, немножко такая странная ситуация. Во-вторых, сегодня демографическая структура, что, в общем, проблема представляет, и Китай, она, дело даже не в том, что население Китая не растет, да, действительно нет приростов на сегодняшний момент, но меняется внутренняя структура Китая. Кто живет с родителями? Как вы понимаете, при рождении ребенка два варианта, мальчик или девочка, да? Кто живет с родителями? Мальчик, безусловно. Девочка уходит в семью мужа, выходит замуж, уходит в семью мужа, и там, соответственно, уже совершенно другая семья. Поэтому, кто нужен в семье-то для родителей? Мальчик, сын, да. Поэтому, когда у людей есть выбор при рождении ребенка, то оставляет мальчика, понимаете? И сейчас проблема состоит. Что? А с девочкой что-то делать? Они тут ничего не делают. Есть сегодня медицинские возможности определять полу-ребенка еще до его рождения, да? Поэтому стараются добиться мальчика. Значит, вот, работает именно в создании мальчика. А с мальчика как раз-таки мужское население? Мужское население значительно больше. А где-нибудь тогда девочек врачи вы провожаете? Девочек, ну вот, например, в России, в соседней России, женщин. Россия, например, в странах, их всего там меньше десяти, этих стран, где женщин больше, чем мужчин. За счет того, что смертность очень высокая, да, именно среди мужского населения, женщин значительно больше в России, чем мужчин. С учетом еще социальных проблем, афгагализма, наркомании и других, которые есть в России, потребность мужского населения огромная, да, в России. Вот, поэтому, поэтому, в общем, Китай здесь имеет тоже свои интересы, так скажем. Причем, отмечу сразу тот факт, что Китай, китайская культура настолько сильная, Китай, вот, диаспоры китайские проживают на более чем 70 странах мира. И Китай, всегда китайцы остаются китайцами, везде. Они не адаптируются к культуре, к другой, воспроизводят свою аудиторию, свои практики. И самое интересное, и об этом китайцы всегда говорят, что в смешанных браках, получается, китайцы. Все равно, они именно, вот, поэтому, в общем-то, ну, действительно, сегодня это серьезная демократическая проблема, и у них особенность и среди молодежи, да, то есть там переход уже очень серьезный, в сторону именно мужского населения, именно связанных. Ну, там на рынок ездят. На рынок, понятно. Немного китайцев, вон, на тагичек, в полу, там. Что еще? Соганчик, он уже идем с на тагички, когда он не сходил, здесь не его сходил. Вот, слушайте, я вот говорю, что он может так серьезно я с выплатами китайцам. Может, если есть ребенок, китайцы, кто, скажем, у него не существует, получается? Нет, ну, вообще. Да. Нет. 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 Нет.